Чахлый москвичонок в суперкар превратил житель Одессы. Так называемый каблучок, на котором прежде возили батоны, комфортом теперь не уступает лимузину. Тут столько труда вложено, что не знаю. Я сам его не повторю второй. Не за какие деньги. Суперкар создавался на базе популярного грузопассажирского ИЖ-2715. Выпущенная в серию 42 года назад, эта модель получила сразу два народных прозвища. Каблучок за форму кузова и пирожок из-за того, что на подобных автомобилях чаще всего перевозили хлебобулочные изделия. Пару таких транспортных средств Григорий Авидесян использует по назначению. Для доставки буханок и батонов из домашней пекарни в сельские магазинчики. А третий пирожок покидает гараж в исключительно редких случаях. Только для того, чтобы многочисленные гости семьи оценили все его великолепие. Все, что здесь есть, все с нержавейки. Аккумуляторы, сверхники, речки вот эти, водяные бачки охлаждения. Даже вот моторчики, которые пластмассовые, я их отделал нержавейку. Это уже не тюнинг, это техническая революция в отдельно взятой машине. По сути, пришлось заново изобретать пирожок. Оснащать пятиступенчатой коробкой передач и стеклоподъемниками. С ювелирной точностью вытачивать двухмиллиметровую резьбу для воздухозаборников. А также вручную гнуть баранку. Думаю, что сюда поставить? Какой руль? Здесь надо же место мало, небольшое руль, чтобы он со всеми как-то смотрелся. Видите, здесь ручки дубовые, вот здесь дубовые, вот там. Вот еще вопрос стоял, как нержавейшую трубу вот эту дуймовую ровно крутить круг на 250-260 градусов, чтобы он не сплюшил. Фирменный знак ижевского автозавода мастер выгравировал на множестве деталей. Даже там, где советские разработчики клейма не ставили. И увенчал капот державным орлом. Статуэтку выплавил из мелких российских монеток. Между кабиной и кузовом перегородка из тонированного стекла. При желании пассажиры могут общаться с водителем или напротив оказаться в полной изоляции. Именно пассажиры. Для их удобства кузов полностью и переоборудован. Сложно было предположить, что изнутри пирожок окажется таким просторным. И, кстати, комфортным. Кожаное сидение, мягкая обивка и будка народного автомобиля превратилась в салон экстракласса. Работа над кузовом будет закончена буквально на днях. Остается несколько штрихов, чтобы довести «Москвич-люкс» до совершенства. Несмотря на кропотливую работу, Григорий все же готов расстаться со своим детищем. Правда, тут же добавляет, никогда не согласится на предложение от частных коллекционеров. Хочет, чтобы его искусство принадлежало всем. Я сколько знаю, в Москве есть музей автопрома Российской Федерации. Там, где все ВИП-машины, которые выпускались, они там стоят. Может, его туда поставят. А пока чудо-пирожок не занял место в музейных залах, в машине с удовольствием проводят время две внучки мастера. Алена Иваниченко, Павел Силин, Первый канал, Одесса. Алена Иваниченко, Павел Силин.